Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Gagadget.com Меня зовут Технослав Бергамот и сегодня мы с вами рассмотрим музыкальный телефон Nokia 5730 оснащенный выдвижной QWERTY клавиатурой как и ее ближайший родственник телефон E75 Что хорошего можно сказать об этом аппарате У него есть специальная клавиатура для управления плеером, кнопки воспроизведения стоп, вперед, назад которые позволяют пользоваться плеером не прибегая к помощи меню или пульта на гарнитуре Есть также две кнопки под динамиком, которые используются для игр на платформе Engage, это Engage телефон который позволяет подключаться к игровой платформе Nokia Есть также кнопки традиционные запуска так, чтобы вам было хорошо видно камеры, она расположена почему-то по центру а не сбоку, как это обычно удобнее сделать есть клавиши качель регулировки звука и в принципе есть разъем microUSB который, к сожалению, не поддерживает зарядку только связь с телефоном и разъем для карточки microSD заглушка в этом экземпляре у меня очень быстро отвалилась и потерялась сделана она была не очень надежно надеюсь, что в продажных образцах Nokia исправит эту досадную даже не ошибку а вот просто недостаток конструктивный посмотрим, что у этого телефона под крышкой здесь все обычно стандартно аккумулятор и сим карточка, которую легко вставить, но на самом деле не так-то легко вытащить во всяком случае у меня это обычно занимает несколько секунд и несколько попыток вот карточку достал вот вставляется она естественно легко и просто вот с другой стороны нам же вовсе не обязательно вынимать карточку свою каждый день не правда ли, да? значит, что у нас еще здесь есть здесь есть еще динамик который достаточно громко играет музыку здесь динамик 1 это не стереотелефон во всяком случае динамика у него не 2 что еще хотелось бы сказать о внешнем виде этого аппарата это то, что он оснащен очень посредственной трехмегапиксельной камерой она хоть и с автофокусом но результаты дает очень-очень слабые есть стандартный разъем под наушники поскольку телефон это музыкальный экспресс-мьюзик то он просто обязан иметь такой разъем и в принципе внизу есть еще разъем под зарядку и маленькое отверстие для того, чтобы прикрепить какой-нибудь шнурочек или брелочек или тесемочку сейчас такого добра слава богу много собственно говоря еще стоит обратить внимание конечно же на кварти клавиатуру клавиатура достаточно удобная единственно что она не очень большая по количеству клавиш они по их размеру и русские клавиши на ней размещены их просто клавиатуры не хватает под русские клавиши поэтому некоторые буквы российские русские кириллические расположены не на привычных местах вот открывается все очень легко есть автодоводка в принципе вот такой вот симпатичный телефон сейчас мы перейдем к меню спасибо